Продолжение следует... Продолжение следует... Первые опыты использования иммунологических подходов в виде назначения цитокинов, вакцин, да и первый опыт использования ингибиторов контрольных точек иммунного ответа у больных рака молочной железы показали, что опухоль относительно резистентна к нашим иммунологическим подходам. Возможно, частично это объясняется тем, что рак молочной железы не столь, а имеет много мутаций по сравнению с теми опухолями, которые демонстрируют наибольший ответ на иммунотерапию, как меланома, немного клеточного рака лёгкого. Частота мутации, мутационная нагрузка в 10-15 раз ниже у больных рака молочной железы. Опять же, это средняя температура по больнице. Если мы посмотрим на частоту среднего медиана выявляемых мутаций при раке молочной железы, то нетрудно отметить, что наиболее часто мы видим эти мутации у больных тройным негативным раком молочной железы, а у нас, так сказать, в меньшей степени у больных с лиминальным типом, и ХИР-2 позитивные опухоли занимают промежуточное положение. Важным условием успеха иммунотерапии является инфильтрация строма опухоли лимфоцитами, которые должны осуществлять непосредственно реализацию иммунного эффекта. Их наличие в опухоли с большой вероятностью свидетельствует, что иммунная система больного распознала врага и послала туда своих солдат лимфоциты. И наличие ТИЛС в наибольшей степени мы видим в строме опухоли у больных с тройным негативным фенотипом и в минимальной степени у больных, в наименьшей степени у больных с лиминальными подтипами. И опять же, ХИР-2 позитивные опухоли занимают промежуточное положение. Наличие ТИЛС является благоприятным прогнозом у больных раком молочной железы и имеет также прогностическое значение, потому что это сочетается с более высоким ответом на химиотерапию, в частности, увеличивает шанс достижения морфологически полной регрессии при проведении предоперационной терапии. При всех фенотипах здесь видны столбики высокого содержания лимфоцитов, и при высоком содержании лимфоцитов в строме мы видим большую частоту достижения морфологически полной регрессии. Поэтому тройной негативный рак молочной железы, в принципе, может быть потенциальной мишенью для иммунотерапии, был выбран как полигоном для отработки наших знаний о возможностях этого метода, потому что мы говорим о более высокой мутационной нагрузке по сравнению с другими фенотипами, генотипами, наличием лимфоцитарной инфильтрации, и также мы говорим о том, что экспресс и ПДЛ-1 являются частным спутником больных раком молочной железы. Ну и без сомнения важным, так сказать, условием, не условием, а важным стимулом для использования этого метода при тройном негативном раке является то, что, в принципе, мы имеем дело с агрессивной опухолью, которая плохо поддается на лечение стандартными методами, в том числе химиотерапии. Без сомнения, существует острая потребность в разработке новых методов системной терапии. Еще один факт говорит о перспективности иммунотерапии у больных с тройным негативным раком молочной железы. Это результаты геномного анализа, которые определили четыре подтипа тройного негативного рака молочной железы. Это базально иммуноактивированные, которые встречаются практически у 50% больных. Это базально иммуносупрессированные, которые встречаются примерно у 25% больных. и месенхимальные и иллюминальные андрогенные подтипы. Таким образом, мы видим, что примерно у 75% больных с тройным негативным раком полочной железы в описании геномных подтипов встречается слово «иммунный». И результаты лечения больных этих двух подтипов диаметрально противоположны. Больные с базально иммуноактивированным подтипом, то есть те больные, у которых активированы те гены, которые ответственны за продукцию белков, участвующих в иммунном ответе, а также в регуляции иммунного ответа в сторону его активации, имеют наилучший прогноз. И наихудший прогноз имеют больные с базально иммуносупрессивным фенотипом. Таким образом, хочется надеяться, что если бы нам удалось снять иммуносупрессию этих пациентов, таким образом мы могли бы улучшить их прогнозы при проведении иммунотерапии. При появлении новых методов лечения всегда важно понять, на каком этапе развитие опухолевого процесса и их использование приносит максимальную пользу. В случае тройного негативного рака молочной железы целесообразно использовать иммунотерапию на ранних этапах. При сравнении распределения геномных подтипов первичной опухоли и её метастазах совершенно чётко видно, что частота встречаемости иммуноактивированного подтипа в первичной опухоли существенно выше 42% и драматически снижается до 17% в метастатических очагах, в то время как иммуносупрессивный тип 42% возрастает до 62% и становится доминантным подтипом в метастатических очагах. Одновременно это сочетается с уменьшением стромальной инфультрации лимфоцитами, скажем, в первичной опухоли медиана здесь 20 составляет, в метастатической опухоли в 2 раза меньше 10. И также это отмечается снижение частоты экспрессии PD-L1 в метастатической ткани по сравнению с первичной опухоли. Если мы говорим о метастазах, то минимальная экспрессия PD-L1 в метастазах встречается при раке. Это при метастазах, локализованных в печени, поэтому мы говорим, что метастатический тройной негативный рак молочной железы имеет более иммуносупрессивный генотип и фенотип по сравнению с первичной опухоли. Ну и поэтому мы перейдем сразу к операбельному раку. У нас есть два рандомизированных исследования при, так сказать, у больных с операбельным процессом, когда иммунотерапия добавляется на предоперационном этапе. И первое исследование – это КИНОТ-522, где больные все получали химиотерапию предоперационную с включением карбопакли с продолжением на АЦ, всего 8 курсов. И в контрольной группе это сопровождалось плацебо, в экспериментальной группе добавляли пембролизумаб, 200 мг каждые 3 недели. И пембролизумаб также продолжался в течение года после выполнения операции. Включались больные с операбельным и местно распространенным раком молочной железы. У всех больных определяли экспрессию ПДЛ-1 на опухолевых предках с помощью моноклональных антител-2023 на платформе ДАКа. И первичная критерия эффективности была частота полных морфологических регрессий и медиана времени до прогрессирования. Я хотел бы отметить, что частота экспрессии ПДЛ-1 крайне высока. Выявление с помощью платформы ДАКа более 80% больных и в той, и в другой группе имели экспрессию ПДЛ-1. Я хотел бы отметить, что в принципе 50% больных имели метастазы в подмышечных и лимфатических узлах. Исследование позитивное, потому что первая конечная точка эффективности была достигнута. А добавление пембролизумаба достоверно увеличивает частоту морфологически полных регрессий как в общей популяции, так и у больных с позитивными по ПДЛ-экспрессии опухолями и также негативными. То есть не зависит от экспрессии ПДЛ-1. Очень интересные результаты в зависимости от распространения опухолевого процесса. Мы думали, что, конечно, в первую очередь иммунотерапия будет работать лучше у больных с меньшими по размеру опухолей, с меньшей опухолевой массой. Здесь же получается, что больные в третьей стадии выигрывали в большем проценте случаев. У них большая разница между контролем и экспериментальная группа достижения полной морфологической регрессии 24-25% по сравнению с больными с второй стадией. И также та же самая тенденция отмечается у больных с поражением лимфатических лимфоузлов. Здесь больше выигрыш от добавления пембролизумаба, чем у больных с негативными лимфатическими узлами. Ну и очень часто мы при проведении предоперационной терапии видим увеличение морфологически полной регрессии, но нечасто видим, что это сочетается с улучшением отдалённых результатов. В данном исследовании вторая контрольная точка – бессубъективная выживаемость. И при первом промежуточном анализе имеется тенденция к лучшей, так сказать, безрецидивной выживаемости в группе больных, у которых меньше частота рецидивов, у группе больных, которые получали химио-иммунотерапию. Добавление пембролизумаба к химиотерапии не привело к существенному увеличению токсичности по сравнению с химиотерапией, только об этом свидетельствует равная, так сказать, частота токсичности различных степеней у этих больных, но привнесла дополнительную иммуноопосредованную токсичность, которая выражается в первую очередь появлением инфузионных реакций на введение препарата, а также нарушением функции щитовидной железы в виде гипотироидизма, гипертироидизма и тироидитов. Остальные проявления токсичности в виде недостаточности надпочечников, пневмониты, колиты, они, так сказать, имеют очень редкую частоту возникновения, чаще всего, в сути, относятся к первой, второй степени. Поэтому КИНОД-522 первое исследование рандомизировано, продемонстрировавшее, что добавление пембролизумаба к химиотерапии стандартно увеличивает шанс достижения полной морфологической регрессии, а более эффективность режима иммунохимиотерапевтического отмечается у больных с третьей стадии и наличие метастазов в лимфатические узлы и не зависит от экспрессии ПДЛ-1. При ранней оценке отмечается тренд увеличения бессобытийной выживаемости и отмечена безопасность данной комбинации, умеренная и предсказуемая токсичность. А есть ещё одно исследование. Это исследование НИАТРИП, где в качестве предоперационной химиотерапии использовалась комбинация, но не очень стандартная, карба, паклитоксел, еженедельно, каждые 2 недели 8 введений. И контрольная группа получала только химиотерапию, экспериментальная группа получала ещё отезолизумаб, 1200 мг каждые 3 недели 8 введений. Та же популяция больных, операбельные и местно распространённые формы. Значит, им выполняли операцию и затем проводили 4 курса антрациклин, содержащие химиотерапию, проводили в качестве одевантной. Пищено 280 больных, несколько большая распространённость опухолевого процесса. В этом исследовании по сравнению с 5,2,2 49% местно распространённые, только у 13% больных отсутствовали метастазы в подмышечные лимфатические узлы. Экспрессия PD-L1 определялась на иммунных клетках с помощью моноклональных антител СП-142 на платформе Вентана и частота экспрессии состава 56%, существенно ниже, чем определяют моноклональные антитела на платформе Дака. Основной критерией эффективности также была частота полных регрессий и 5-летняя безрецидивная выживаемость. К сожалению, исследование негативное. По первой точке по частоте полных морфологических регрессий добавление от Элизумаба не привело к увеличению, достоверному увеличению частоты морфологических полных регрессий ни в одной из анализируемых групп. Все больные с PD-L-экспрессией и с PD-L-негативны, и у больных со второй и третьей стадии. Таким образом, мы говорим о том, что у нас есть два исследования, и они, конечно, при их анализе возникают очень много вопросов. И первое, почему два этих исследования пришли к противоположным выводам с точки зрения, как влияют ингибиторы PD-L1 и PD-1 на частоту полных морфологических регрессий. Это что? А разная эффективность иммунотерапии? Хотя, так сказать, вряд ли стоит обвинять это лизумаб в меньшей эффективности по сравнению с пембролизумабом, потому что у больных с метастатической болезнью было доказано, что это лизумаб работает у этих больных и улучшает результаты лечения. Или это не та комбинация с противопухолями, с той химиотерапией, потому что была четко, так сказать, разная химиотерапия использована. В общем, масса вопросов, а пока что на которые трудно дать ответ. Почему экспресс-эпиделл не работает, при проведении предоперационной терапии? Если она не работает, то как нам проводить селекцию больных? То есть нужно ли нам добавлять иммунотерапию всем больным на предоперационном этапе, который мы проводим, так сказать, больным тройным негативным ракомолочной железы? Или всё-таки, так сказать, мы должны теперь сосредоточиться на зависимости от клинических характеристик? Ну, например, с моей точки зрения, больные с наличием метастазов в подмышке, наверное, могут рассматриваться как наиболее вероятные кандидаты на дополнение иммунотерапии, потому что всё-таки эти пациенты обладают худшим прогнозом. Нужна ли адевантная терапия больных, которые достигли полной морфологической регрессии? Потому что в исследовании 5.2.2 им продолжали ещё целый год проводить пемброрезумаб адевантно с риском возникновения аутоиммунных реакций. Нужно ли это? И какая адевантная терапия нужна больным с резидуальной опухолью? Нужно ли им продолжать иммунотерапию? Или нужно, может быть, добавлять какацитабин, который мы стандартно используем в этой комбинации? И можно ли дискалировать химиотерапию при координации с иммунотерапией на предоперационном этапе? Так что пока что очень много вопросов, и, вероятно, ответы мы получим только по мере накопления опыта и проведения других исследований в этой области. Но я хотел бы подчеркнуть необходимость научно обоснованного подхода в составлении комбинаций химиотерапии и иммунотерапии. Сейчас поступает очень просто. Берётся активная комбинация со статиков при данной локализации, при данной, так сказать, стадии заболевания, и к ней добавляется ингибитор контрольных точек иммунного ответа. Я не думаю, что это правильно, потому что в противовес нашим прошлым представлениям, что вся химиотерапия обладает иммуносупрессивным действием, а это скорее, так сказать, относится для высокодозной терапии или какой-то агрессивной терапии, которую мы проводим, скажем, гематологических заболеваний, сегодня существует чёткое доказательство, что наши стандартные дозы химиотерапевтических препаратов обладают иммуномодулирующим действием. Они могут, уничтожая опухоли в клетке, они, так сказать, запускают процесс распознавания опухолевых генов дендритными клетками, запуская вообще весь каскад иммунного ответа. Они воздействуют на популяцию иммуносупрессивных клеток, уменьшая их, в частности, регуляторных лимфоцитов в тумороассоциированных макрофагах. Они одновременно имеют возможность повысить активность клеток эффекторного ряда, CD8, то есть это клетки киллеры, и CD4 — это клетки хелперы. И всё это разные препараты противоопухолевые. И поэтому без сомнения, что они с разной степенью воздействуют на эти ключевые этапы иммунного ответа, вот почему так важно определить, какие препараты синергичны с ингибиторами, так сказать, PD-L1, PD-1, в каких дозах, в какой последовательности. Об этом говорит хотя бы исследование ТОНИК. Это исследование, проведенное у метастатических больных стройным негативным раком молочной железы. В стандарте они получали 3 курса лечения неволумаба, после чего проводилась оценка противоопухолевых эффектов. В экспериментальных группах введение неволумаба предшествовало двухнедельная терапия. Это, скажем, могло быть облучение очагов в дозе 8 ГРЭЙ 3 дозы, или метрономная терапия циклофосфаном 2 недели, или цисплотин 2 дозы 40 мг квадратный, или доксоробицин в каких-то совершенно минимальных дозах 15 мг внутривенно, то есть еженедельно. И посмотрите, какой разный противоопухоли ответ. А наибольший ответ получен при доксоробицине, цисплотине и в меньшей степени при всех других. Это понятно, что это такой достаточно первый шаг, но тем не менее это говорит о том, что важность комбинации, комбинации поиска правильных препаратов, так сказать, это позволит нам все-таки увеличить эффективность химиоиммунотерапии. Я вот так предполагаю, если бы в исследовании не ТРИПК, которое пока что не показало увеличение полных морфологических агрессий при добавлении от Элизумаба, доксоробицин от антрациклинного комбинации проводилась на этапе предопередационной, может быть, оно тоже было позитивно. Теперь давайте перейдем к метастатическому раку молочной железы. Я хочу сказать, что первый опыт использования препаратов у больных метастатическим процессом показал их относительную, не столь высокую эффективность, на которую мы надеялись. Она еще, так сказать, наблюдается в первой линии, резко падает у больных во второй и третьей линии, поэтому, в принципе, четко понятно, что нужно использовать иммуноонкологические препараты, то, вероятно, их нужно использовать в первой линии. Кроме того, эффективность их зависела от экспрессии PD-L1, о чем доказало исследование Keynote-119. В этом исследовании все больные получали пембролизумаб в качестве второй или третьей линии системной терапии тройного негативного метастатического процесса. В контрольных группах была химиотерапия по выбору исследователя. Также определялись экспрессии PD-L на опухолевых клетках с помощью, на платформе DACA. И критерием эффективности была общая выживаемость у больных с экспрессией PD-L1. Больше 1% и больше 10%. И было показано, что это исследование негативное, но, тем не менее, было четко показано, что с увеличением экспрессии PD-L1 возрастает шанс достижения, так сказать, лучшего эффекта на использовании иммунотерапии. Для контрольных точек, а это СПС более 1% и более 10%, разница была статистически недостоверна, поэтому был только намечался тренд при высокой экспрессии PD-L1, так сказать, поэтому исследование недостоверно. И только в группе больных с супервысокой экспрессией PD-L1 отмечено достоверное преимущество иммунотерапии по сравнению с химиотерапией, а это 1,6 пациентов с метастатическим раком молочной железы. Есть более, так сказать, оптимистичные исследования при метастатическом раке. Первое – это M-PASSION-130, где больные получали химиотерапию тройным негативным в первой линии, в качестве контрольной группы выступала на ПАК-ТАКСЕЛ еженедельно, 1,8,15, каждые 4 недели. А в экспериментальной группе добавляли АТРИЗУМАП каждые 2 недели. Лечение до прогрессирования. Экспрессия PD-L определялась контрольными точками исследования. Это была общая медиана времени до прогрессирования и общей продолжительности жизни. Хотел бы отметить, что 2 трети больных, включенных в исследование, ранее получали адювантную и предоперационную химиотерапию. Экспрессия PD-L с помощью платформы бюлентана выявлена у 41% пациентов. Исследование позитивное. По первой точке времени до прогрессирования и в общей популяции больных с экспрессией PD-L отмечено, я бы сказал, умеренное, но достоверное увеличение медианы времени до прогрессирования в районе 2 месяцев. Это хватило для того, чтобы FDA зарегистрировал от Элизумапа на Паклитоксел в качестве стандартной химио-иммунотерапии для проведения первой линии больных тройным негативным с экспрессией PD-L. Что касается общей выживаемости, то в общей популяции разницы полученной достоверно не было, хотя 2 месяца прибавки в продолжительности жизни было получено. Но было отмечено клинически значимое увеличение медианы времени до прогрессирования у больных с экспрессией PD-L1 на иммунных клетках. В 18 месяцев в группе химиотерапии красная кривая и синяя кривая – это в группе, где добавлялся атызобизумаб. В этом был сделан вывод, что комбинация атызобизумаба и напаклитоксила увеличивает медиану ПФС, и у вас у больных с экспрессией PD-L1, обладала умеренной токсичностью, и экспрессия PD-L на иммунных клетках предсказывала эффект комбинации. Евгений зарегистрировала комбинацию атызобизумаба и напаклитоксила, как я сказал, для проведения первой линии. И вот только 3 недели назад Хавиер Кортес на прошедшем АСКО представил предварительные, я так понимаю, очень краткие исследования КИНО-355, где на той же популяции больных операбельно или местно-распространение, а метастатически больные тройным негативным раком молочной железы получали или пембролизумаб с химиотерапией, или плацебо с химиотерапией. В качестве химиотерапии могло выступать на паклитоксил, паклитоксил или комбинация гемцитабин-карбоплотин. Это ещё первая линия. В качестве всех определялся статус экспрессии платформой ДАК и моноклональные антитела 20-23 на иммунных и опухолевых клетках. И критерии эффективности те же самые, медиана времени для прогрессирования и общей продолжительности жизни в общей популяции, в популяции больных с экспрессией в ПДЛ-1. Рандомизация была 2 к 1. Хотел бы отметить, что насколько более чувствительны моноклональные антитела ДАКовские, у 75% была выявлена экспрессия ПДЛ-1. Помним, что в том исследовании, где использовалось платформу Винтана, только лишь у 41%. У 30% больных это было впервые выявлено метастатическое болезнь, и 70% больных ранее получали химиотерапию на предоперационном этапе или абивантно у больных, у которых ранее был операбельный процесс. Следование позитивное по первой контрольной, конечной точке, медиана времени для прогрессирования. В общей популяции добавление пембровизумаба снижает риск прогрессирования на 18%, а в группе больных с позитивной экспрессией более 1% на 26% и на 35% в группе с высокой экспрессии ПДЛ-1, достигая медиану времени до прогрессирования 9,7 месяцев. Поэтому в двух исследованиях добавление ингибиторов ПДЛ-1 к химиотерапии увеличивает медиану ПФС у больных метастатическим тройным негативным раком с экспрессией ПДЛ-1. Токсичность умеренно предсказуема, и для назначения отрезумаба определяется экспрессия ПДЛ на иммунных клетках с помощью антитела СПИ-142 Вентана, а для назначения пембровизумаба экспрессии ПДЛ-1 на опухолевых иммунных клетках с помощью антитела 2023 Дака. И тесты невзаимозаменяемые. То есть если вы хотите назначить отрезумаб, вам нужно использовать тест-систему Вентаны, а если вам нужно назначить пембровизумаб, то вы должны использовать тест-систему Дака. И приведенная таблица внизу слайда свидетельствует о несовершенстве сегодняшних тестов. Моноклональные антитела СПИ-142 определяют экспрессию на иммунных клетках и обладают низкой чувствительностью и, вероятно, высоким шансом к ложно-отрицательным результатам. В свою очередь антитела 20-23, определяющие экспрессию ПДЛ-1 на опухоли ухи и иммунных клетках, возможно, слишком чувствительны, и при их использовании участия больных получены ложноположительные результаты. Как же нам повысить точность селекции? Ранее предлагавшиеся методы в виде определения мутационной нагрузки или геномных иммунных сигнатур, они являются очень дорогостоящими, трудозатратными, требующими дорогостоящим оборудованием и методами и неприемлемыми сегодня в рутинной клинической практике. Тут самое время вспомнить, опять же, опухоли инфицированных лимфоцитов в ТИЛСах. Ещё два года назад конференция Сен-Галлина по раку молочной железы рекомендовала определение ТИЛС в морфологических заключениях для оценки прогноза и предсказания эффекта проводимой химиотерапии. Мы же сейчас говорим о ТИЛСах как дополнительном биомаркёре для селекции больных при проведении иммунотерапии, доступном биомаркёре в нашей клинической практике. Об этом говорит исследование Эмминс, которое он провёл на тех же больных, которые были включены в исследование 130, где использовался моноклональные антитела Вентана. И мы знаем, что при их использовании позитивная экспрессия была выявлена на 41% пациентов. И здесь достигнуто снижение риска прогрессирования на… у меня закрывает экран 30, по-моему, 35%. Если мы не будем знать педилостатус, определим, скажем, экспрессию ТИЛС и возьмём за точку отсечения 10% и посмотрим, в какой степени это может предсказать эффект иммунотерапии. И мы видим, что, по сути дела, не зная даже экспрессию, ТИЛС также с такой же точностью и вероятностью делит группу больных на 2, и риск снижения, так сказать, прогрессирования от иммунотерапии составляет практически те же цифры. Если мы добавляем и используем оба метода, это меньшая популяция больных, но здесь мы получаем лучшие результаты, и у нас риск снижения прогрессирования более 40%. То же самое были результаты, полученные для пембролизумаба, где было показано, что если мы анализируем экспрессию ТИЛ-1, то есть результаты лечения пациентов на основании наличия туморинфицирующих лимфоцитов, беря за отметку 5%, то мы можем получить чёткое разделение кривых, менее 5% в исследовании 119, в том негативном исследовании в качестве второй-третьей линии, где использовался пембролизумаб, эффективность химиотерапии была выше, а где более 5% в ТИЛСах мы видим преимущество иммунотерапии над химиотерапией, и оно достигло даже статистической достоверности, в отличие от исследований, то, что было получено на основании экспрессии ТИЛ-1. Есть ещё одна позитивная новость, которая пришла вот только что с конференции ЭСМО по раку молочной железы, где коллеги посмотрели амплификацию генок, которые отвечают за продукцию ТИЛ-1, и она могла быть, так сказать, эти гены могли исчезнуть в результате делиться в хромосомах и отсутствовать в геноме опухолевых клеток, а могли быть, так сказать, находиться две копии, как это положено, а могла быть амплификация, то есть увеличение копийности этих генов, и было обнаружено, что при анализе 126 больных у четверти больных отмечается амплификация гена, который продуцирует ПИЛ-1, и это наиболее часто видно у больных с травим негативным раком молочной железы. И когда они проанализировали результаты использования поддерживающей терапии дурголюмабом по сравнению с наблюдением, то выяснилось, что у больных, у которых была потерянная копия этих генов или содержалась нормальная, их количество проведения поддерживающей терапии дурголюмабом не играло никакого значения на общую продолжительность жизни. И смотрите, снижение риска смерти на 80% больных у тех больных, у которых отмечалась амплификация. Это, так сказать, совершенно очень другие результаты, и это доступный, вероятно, будет тест, потому что амплификация мы можем определять методом Фиши, она очень доступна. Поэтому я хотел бы сказать, это мой слайд, последние выводы, что тройной негативный рак молочной железы, иммуногенная опухоль, и где использование иммунотерапии имеет, так сказать, шанс получить выраженный противопухольный эффект, что было доказано на использовании пембролизумаба на предоперационном этапе, пембролизумаба и отезолизумаба совместно с химиотерапией при лечении метастатического процесса, и при метастатическом процессе для реализации иммунного противопухолевого ответа требует предсуществующий иммунитет, который определяется, так сказать, характеризуется экспрессией ПДЛ-1 и наличием от опухолеинфицированных лимфоцитов. И при операбельном раке для селекции больных не требуется определение биомаркеров. Пока что необходим поиск, без сомнения, поиск нового биомаркеров, потому что мы сейчас пока что лечим больных с закрытыми глазами, и продолжается изучение целесообразности использования иммунотерапии при других фенотипах, но пока, в частности, при ХЕР-2, но пока ничего интересного не получено, хотя и ведется очень много работ, и я поэтому еще возможен, так сказать, не рассматривать эту тему более подробно. Поэтому благодарю вас за внимание, спасибо.